БИБЛИЯ ГОВОРИТ Не получается. Не получается, почему? Потому что если мы посмотрим внимательно на всю историю с фараоном, выходом народа израильского из Египта, то там есть одна очень интересная и важная динамика. Но перед тем, как о ней сказать, я хочу немножко обратить внимание на сам факт этого слова «ожесточил». Если мы внимательно посмотрим, то в оригинале очень ясная картина. Это представлено сердце фараона как ожесточённое уже до того. То есть Бог ожесточает, исходя из его ожесточений. Бог никогда не является автором какого-то греха. Что здесь получается? Здесь получается, что ожесточённое сердце фараона, оно укрепляется в своей ожесточённости. До того предела, пока накал стал невыносимым. Это очень интересная история, потому что, смотри, народ израильский к этому моменту прожил на территории Египта более 400 лет. Представьте себе, за 400 лет они пустили корни. Они стали очень важной частью экономики. Они сами, чтобы взять и уйти, не готовы. Какую бы там обетованную землю им не ожидали, ну, кто-то, может быть, и пошёл бы. Несколько бы таких особо ревностных, знаешь, ревнителей об обетованной земле и о божьих обетованиях. Может быть, и пошли бы с Моисеем. Но подавляющее большинство народа не хотело бы сниматься и идти в неизвестность. В неизвестность через пустыню. Поэтому мы видим, как Бог допускает ситуацию, в которых накал ожесточения фараона с каждой новой казнью становится всё более интенсивным. Смысл этого был в том, чтобы довести фараона до той точки, когда он выгонит еврея. Сначала он выгнал Моисея. Уходите, не мешайте работать. Потом, когда проблемы стали сложнее, серьёзнее, глубже, он стал идти на какие-то компромиссы и говорить, ну, ладно, пойдите, но недалеко. Ну, ладно, пойдите, но без детей. То есть он стал искать какие-то... Потом после этого говорит, нет, никуда не пойдёте. Но после того, когда первенцы погибли, после этого он вызывает Моисея и говорит, убирайтесь, все до единого убирайтесь. Вот этого Бог достигал. То есть евреев выгнали из Египта. Они сами бы не ушли. Их выгнали из Египта. Да, конечно, они пошли на энтузиазме. Вот какой у нас славный вождь Моисей, и как это всё очень хорошо получилось. И мы идём в обитованную землю, и они рассчитывали, что сейчас несколько дней, максимум несколько недель, и они уже в благополучной земле, где течёт молоко и мёд. Вот почему, когда этого не получилось сразу, они сразу стали... Конфронтация. Они стали обвинять Моисея, они стали проявлять ему претензии. То есть народ, который вышел из Египта, это не были люди такие ревностные, родители божьих обинований, что они только и слушали, когда Господь скажет, чтобы идти. И вот для того, чтобы их вывести, для этого нужно было поднять накал до предельных масштабов. После чего мы видим это действие, когда Господь действует, и просто уже не остаётся другого варианта, как всех выгоняют. Вот этим объясняется вообще смысл вот этого всего напряжения, которое возникает. Спасибо, Алексей Вячесевич. Слава Богу. Замечательный ответ. Дорогие, оставайтесь с нами. Впереди вас и ждает ещё много интересных передач. Храни вас к Господь. Слава Богу. 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 Продолжение следует...